21 февраля, в день памяти священномученика Петра Маркова, в Красковском культурном центре состоялся спектакль «Имена, написанные на небесах». Представление посетил архиепископ Подольский и Люберецкий Акси. Подробнее у моих коллег. Протеерей Пётр Марков долгие годы служил в Преображенском храме в Коренёве, а после его закрытия в Петропавловском храме в Малаховке. В 1938 году, во времена репрессий против духовенства, отец Пётр был расстрелян. В памяти священномученики артисты православной театральной студии «Преображение» сыграли спектакль «Имена, написанные на небесах». Сначала мы репетируем, учим слова, потом нам всем распределяют песни. Если рассказывать стихи, было чуть-чуть страшно, когда занавес, а потом нет. Это не какая-то сказка, это серьёзный спектакль. Возраст артистов от шести лет. Юные актёры работают наравне со взрослыми. В представлении участвует 26 детей. Первый раз спектакль показали три года назад. В честь Дня памяти священномученика Петра решили восстановить постановку с новым актёрским составом. Во-первых, конечно, мы рассматривали документы, мы смотрели, мы говорили. Ну, потом они все знают этого святого. У нас храм вот рядом совсем, они туда ходят. Мы рассказывали о нём, что такой был обычный человек, священник, служил, ничего плохого никому не делал. И по ложному доносу своих прихожан был расстрелян. Архиепископ Подольский Люберецкий Аксий поблагодарил артистов и всех, причастных к постановке. Владыка благословил ребят и отметил важность памяти о былых временах, чтобы гонения духовенства не повторились. И нас когда-то могут спросить, на какой ты стороне? С Богом? Или только внешне ты проявляешь свою религиозность, воцерковлённость, а сердце своё далеко от него отстоит? Ребята, вам огромное спасибо. У меня даже нет слова благодарности, чтобы высказать и родителям, и всем тем, кто подготовлен был. Православная театральная студия работает в Краскове с 2014 года. В репертуаре более 15 спектаклей. Из них активно идут 4. Ежегодно в мае проходят отчётные постановки коллектива. Дмитрий Гринчев, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ.